всем привет с вами сергей проект по и сегодня хочу рассказать вам и показать мои книжные покупки надеюсь что что-то из этого себе присмотрите и тоже купите это себе в магазине ну или порадовать вместе со мной или вообще как-то прокомментируйте в общем жду вас в комментариях естественно пообщаемся обсудим что же я прокупил и так первая книга это книга из серии шедевр и детективы как вы знаете мне в полсетельное время довольно сильно интересует детективы триллеры там особенно когда истории про всяких маньяков и их расследование это уже вторая книга в цикле автор андреас грубер произведение называется смертельный приговор выходит в центр полиграф тут она супер обложкой и про первую книгу собственно ищите отзыв у меня на канале у меня отзыв есть там действительно очень интересная пара детективов которые расследуют там точнее один детектив а второй помогает ну в общем я там все рассказал рассказывал очень даже подробно я остался довольным и вот вторая книга в твердом переплете у меня здесь коротко сказано что семья приезжает пригородный дом и там находит обнаженную девушку которая пропала оказывается год назад она ничего не говорит у нее на спине татуировки по мотивам из ада данте вот что это означает чем это связано вот будем тут какие-то жуткие тела в которых опять будет наша главная героиня сабина немец участвовать и вместе с профессором мартином снэйдером и вот посмотрим во что это все выльется опять же первый то мне понравится посмотрим во что превратится второй том д ближайшее время мы прочту так что скоро уже появится онцев далее тоже сегодня как видите у меня очередные тома из циклов вот это тоже цикл хороший цикл цикл от русского автора и это хорошо это вадим панов цикл называется аркада я вам рассказываю про первую книгу и про вторую я был в восторге реально такой проект мне очень интересный такой ход и действительно что сделает уже в третьем томе который называется маника мир где вирус изменил все мне очень интересно что вадим пану меня реально шокировал посмотрите отзывы на мои первые две книги на его точнее две первые книги насколько там классно да это будущее 2029 год и вот как там вирус может все изменить какой вирус и там разные вариации в первом герои были одни во втором были те же имена у героев но у них как сказать по другому вектор развития пошла цивилизация его что-то все вылилось посмотрим что же будет здесь третьем томе будут ли тут опять эти же персонажи но в другой вариации будущего или что-то по-другому по аннотации сказано что здесь технологии помогают людям которые раньше были инвалидами они теперь улучшаются протезы чипы всякие вживляются из-за этого не получается супер какие-то даже способности гораздо круче чем были раньше там зрение супер становится и прочее причем даже начали уже даже здоровые люди себе это импланты эти вставляют для того чтобы самим становиться таким кибер людьми и прочее во что это может вылиться вот и все уже начинают гнаться за этими технологиями чипами внутри себя и посмотрим потому что мрачное будущее рисует вадим панов и есть шанс что частично из этого будет взбываться в реальности поэтому тем интереснее будет читать и потом смотреть что же из этого сбудется переходим к третьей книге опять цикл но на этот раз уже завершающая книга этот цикл длинный это реально будет шестая книга завершает большой большой этот цикл я про него опять же про все книги рассказывал автор себастьян де костел и вот финальная книга называется последний трюк если вы помните главный герой там мальчик элен аргас который путешествует там от семьи он свои избегает потому что у него есть черная метка что за черная метка и почему не может использовать магию как он с помощью ловкости и трюков он избегает смертельную опасность что он к чему он приходит вот в конце прошлой книги я вам рассказывал чем все закончилась его история там и вот здесь должна поставить а точка я поэтому ждал этот томик как бы закрою для себя гешталь все вот такой большой том наконец-то будет завершен то есть я люблю когда большая эпопея но завершается и все можно переключиться на что-то другое посмотрим чем же здесь завершить себастьян де костел этот большой цикл потому что вся вот эта игра когда им там манипулировали там его отец и сестра все время вмешивалась и он все никак не мог найти себе место какой шикарный у белка код вообще потрясающий персонаж и надеюсь с ним ничего не случится плохого в этой книге тем быстрее надо это прочитать и успокоить свою душеньку еще одна книга из но такого цикла я точно еще не читал столько много книг здесь автор просто их клепает кто-то говорит что он наверняка графоман издавать по несколько романов год я не знаю насчет графоман ста но факт в том что как он пишет мне нравится чем-то цепляет сюжет когда казалось бы ну банальщина там почти литр пг герой качается там все растет растет у него суперспособности следующая ступень там еще суперспособности потом он уже там магия все круче круче там еще дальше еще дальше многомиллионные армии там такое столкновение на самом деле все время это только маленькая часть здоровенной империи как он будет расти с чем сталкиваться это кое-что такое китайская в раскачивающиеся такое ну там даже многие так мне писали в комментариях когда рассказал про первую книгу сердце дракона автор кирилл клеванский опять русский автор неожиданно да не так уж много у меня русских авторов на в покупках и на прочтении книга называется воля железа и эта история уже про том как наш главный герой хаджар он подрос уже после первой книги и вот он все еще движется прокачивается все они еще свои цели его теперь он получает задача он уже становится генералом и он получает задачу разобраться там с одной сектой естественно сетку секту возглавляет один патриарх который на в несколько ступеней выше и вот главным героем придется качаться почему так уверенно все это рассказываю я и боюсь вам заспорить потому что эта книга на самом деле уже прочитана вот я еще с показываю в покупках но так уж получилось что я начал читать ее в электронке потом я ее прикупил но не успел вам показать предыдущих покупок я ее прочитал и вот сейчас вспомнил что это книгу вам не показывал решил вам сейчас ее показать и собственно в ближайшее время на нее же и выйдет обзор скажу что читается она очень легко сам стиль и не похожи на других авторов именно не по манере письма там есть всякие огрехи там заморочки всякие можно там цепляться к многим вещам как много миллион армии например перемещается как там санитария и прочие вещи но мне интересен сам подход и интересно вот эта бесконечная прокачка героя какие у него появляются возможности какие получаются способности захватывает дух на самом деле от размаха там такие какие-то там написание ну да где-то примитивно типа там сила камня и он там использует сил там объявляет вслух так сказать свое заклинание но как-то это получается так мозгу прорисовывается интересно такие образы и плюс я же говорю сумасшедшая прокачка героя идет и ты из-за него немного переживаешь хотя там еще 10-12 книг впереди понимаешь что он выживет но вот какие у него при этом будут способности кто не будет появляется я об этом расскажу вам отзыве не буду сейчас рассказывать так подробно иностранный автор почему автор явно вам известны это джон толкин да 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 и не только так сказать хоббитом он знаменит а еще вот для фанатов на самом деле эта книга как раз таки куплена не для меня а для фаната моего друга вот он попросил я решил дайте вам покажу тем более она издана дороговато издательство сейчас цены поднялись и так далее но стоит вам показать называется эта песни билириан да вот и сделано естественно по редакции кристофера толкина все подробности я он полистая внутри как что но для меня даже вон песня дитях урина здесь вот как она там стихотворной форме тут надо разбираться и на самом деле быть фанатом я честно говоря вот 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 не фанат как я вам скажу такую крамольную мысль и вещь то что я не сильный фанат толкина но я его глубоко уважаем за создание и за расширение популяризацию фэнтези как таковое вот но так вот что примут уже еще и песни какие-то там изучать и прочее прочее погружаться во все это я я не смог я так далеко не заходил вот поэтому эта книга не будет мной прочитана но я решил вам ее показать еще и полистать на камеру как она выглядит может все-таки новинка вот только-только вот они сейчас поступили все эти книги по сути вот новинки все поступили только в продажу вот поэтому смело их можно найти магазинах это не какое-то старье ну может быть что-то старею я вам все равно покажу если вы помните мои прошлые покупки говорил что обратил внимание на это издательство которое так шикарно издает классические вещи с иллюстрациями вот и здесь мне сказано что это полное иллюстрированное издание в одном томе это чарльз диккенс посмертные записки пикфикского клуба я честно сказать не знаю что это означает внутри но опять же когда я увидел что такая распродажа такая скидка и как много здесь иллюстрации здесь и цветные иллюстрации прочее я понял что такую классику в таком исполнении можно хранить собирать и читать естественно но читается не так быстро как например фантастик я почти уверен что вот почти половина будет прочтено прежде чем я засяду какой-нибудь из этих талмудов читать вот но хотя опять же если вы меня переубедите и скажете что лучше ты почитай вот один том такой классики чем вот горе вот этой фантастической гору этой фантастической или фэнтезийной литературы то окей я возможно к вам прислушиваюсь зависит того насколько вы авторитетно и как вы сможете меня убедить что именно вот это произведение гораздо круче чем вот 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 эти мелкие тома ну чтобы вы понимаете если такой толстый том сейчас засесть считает то это можно выпасть там чуть ли не на полмесяца из книжного буктюба да я не буду свои отзывы клепать вот потому что мелкие книги просчитываются очень быстро опять лирическое отступление давай же переступай к последней книге наверняка говорите вы я вас услышал и последняя книга тоже в таком же формате тоже от этого издательства я вам опять его зачитаю потому что я не могу запомнить его как оно расшифровывается я не знаю и это аркадия верченко и мирстические рассказы и здесь внутри вы сами представляете здесь внутри свыше 700 иллюстрации от венинга родлова радакова ремизова реми я не знаю как это расшифровывается но рассказы я читал они мне понравились их можно читать в любом мне кажется в возрасте но вот когда постарше ты понимаешь сатиру понимаешь весь юмор но иллюстрации разные я вам полистаю естественно на камеру покажу что здесь внутри напоминаю что здесь даже и вон и лясе есть желтенького цвета опять же это увеличенный формат не обращайте внимание что ну вот обычная книга вот так она выглядит да чтоб вы понимали размер кстати вот песни песни тоже такого же формата увеличена так что чтобы понимали как она будет смотреть на полке сколько она будет занимать место и так вот такие у меня получились книжные покупки надеюсь вам они понравились но как минимум мои тематические новинки точно должны вам зайти и вы обязательно их тоже для себя приобретете жду вас в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки в зависимости от вашего мнения читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока а